Наступила жаркая летняя пора, время школьных каникул. И обстановка на дорогах, к сожалению, тоже становится жаркой. В связи с этим сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Ребенок-пассажир, ребенок в качестве водителя веломототранспорта, операция «Внимание! Дети!» и другие. Подробности в материале Ларисы Вольновой. В рамках операции «Курорт» и «Подросток» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Ленинского района совместно с сотрудниками отдела ГИБДД провели рейд по выявлению несовершеннолетних водителей веломототранспорта, которые пренебрегают правилами дорожного движения. В числе нарушений возрастные. Управлять мопедом или скутером при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 16 лет. Грубое нарушение – управление мотосредством с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров без водительского удостоверения категории вождения А. И самое часто встречающееся нарушение – управление транспортом без застегнутого мотошлема. Прежде чем сесть, нужно шлем одеть сначала, проверить, как работает, нормально, ненормально, а потом уже ехать. Обязательно правила дорожного движения надо соблюдать и обязательно защиту одевать. За нарушение правил к водителям применяются меры наказания. Для несовершеннолетних это до 14-16 лет, это также привлечение их родителей по статье 5.35, так как родители не смотрятся за своими детьми ввиду того, допуская их управление транспортным средством на дорогах общественного пользования, тем самым поставив их под опасность. В ходе рейда инспекторы провели операцию «Ребенок-пассажир» для выявления водителей автомобилей, недобросовестно относящихся к своим обязанностям и осуществляющих перевозку детей без использования специальных детских удерживающих устройств. Предупреждение, невысокий штраф, к сожалению, это не очень убедительно. И порой только ранения и, не дай бог, более тяжкие последствия заставляют взрослых задуматься над тем, что произошло. Есть такое правило, я всегда его пристегиваю для безопасности движения. Нарушать тоже нельзя же, правильно? Ты думаешь, для чего нужно такое кресло? Для безопасности. А ты всегда пристегиваешься и садишься на него, когда ездишь на машине? Ну, практически всегда. Практически всегда? А почему не всегда? Потому что у меня еще младшие братики, и у меня кресло. В рамках операции «Внимание, дети!» инспекторы выдавали детям-пассажирам специальные фликеры. Фликер – это светоотражающий элемент, который позволяет пешеходу, в данном случае, ребенку, подростку, при наличии этого элемента на верхней одежде, быть заметным на проезжей части в темное время суток. Вот мы хотим отметить вас, как добропорядочного водителя, который соблюдают правила дорожного движения. Ваш ребенок пристегнут в креслости. Приятно отметить, что в ходе мероприятия было выявлено лишь несколько небольших нарушений. А в целом рейд показал соблюдение гражданами установленных законом норм и правил.